Друзья, всем привет! С вами Артем и компания SferaCar. Давно с вами не делали подборки на интересные европейские модели, которые торгуются в Японии. Поэтому для вас сегодня подготовил список автомобилей, которые вас явно должны заинтересовать. Сегодня на дворе у нас 14 июня, курс доллара 5778, поэтому вам надо успеть приобрести себе хороший автомобиль. Ну а пока давайте глянем, что я для вас приготовил. Итак, первый вариант это Audi S3 2017 год, 71 тысяча пробег, четверка оценка, вот такой черный красивый бриллиант. Спортивная версия, спортивные тормоза, усиленная подвеска спортивная. В этой малюточке 290 лошадиных сил и полный привод Quattro. Крутой автомобиль, по динамике максимально мощный. И стоимость, интересная самая, стоимость 1 миллион 780 тысяч рублей за такой персик. Погнали дальше. Так, ну а следующий вариант это у нас Audi TT. В своем представлении в принципе не нуждается, каждый знает, что это за автомобиль. Те, кто хотят выделить, могут себе приобрести 4,5 балла пробегом 54 тысяч. И всего лишь, всего лишь за 2 миллиона 60 тысяч рублей. Я считаю, что это оверкрутая цена для такого красивого автомобиля. А теперь давайте перейдем к интересным моделям от BMW, а именно BMW M2. Это одна из самых таких технологичных моделей. Все инновационные технологии ставят в M-версию, да? И что самое интересное, у этой малюточки 370 лошадиных сил. Немножечко вас приценить по стоимости и показать фотографии с салона. Вот такая M2, также белого цвета. Так, где салон, куча фотографий японец выложил. Вот такой салон, как у обычной BMW, можно так сказать. Но, тем не менее, интересные плюшки в ней имеются. А какие, узнаете сами, когда купите. Так, ну а следующая интересная модель от BMW, ну, можно назвать ее спорткаром, да? За ее внешний вид BMW Z4. Так, черного цвета, 65 тысяч пробег, четверка оценка, 2 литра, 184 лошадиных силы. Так, вот так эта малюточка выглядит. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 500 тысяч рублей. Так, и следующий вариант, это уже более свежий год, 2018 год. А, извиняюсь, 2019 год, 3 литра, 340 лошадиных сил. Уже что-то поинтереснее, да? Но, тачка, которая будет привлекать взгляд любого. Поэтому, не жалко заплатить за него, а именно, ну, грубо говоря, 2 миллиона 950 тысяч рублей. Следующий вариант, который мы с вами сейчас увидим, это, я бы назвал бы произведением искусства, а именно, BMW Alpina B4. Значит, что происходит? Альпина взяла концерн BMW и внесла туда некие коррективы, а именно, влезла в поршневую группу, настроила трансмиссию, коробку передач, вот. Вот, улучшила ее по кузову, а именно универсальный, не универсальный, а уникальный, уникальный обвес поставила. И по желанию клиента, они даже переделывают салон. Этих машин можно посчитать по пальцам, их очень мало, это просто редкость. В этом автомобиле 410 лошадиных сил, 3-х литровый мотор. Давайте посмотрим салон. Вот, пожалуйста, вот такой красивый красный салон. Стоимость этого автомобиля, напоминаю, что это редкий вариант, который можно вообще найти в целом в России. Но вот в Японии мы, пожалуйста, вам нашли 3 миллиона 450 тысяч рублей за эту красотку. Это редкие авто, которые стоят своих денег. Так, ну и пора перейти, наверное, к Мерседесам, правильно? Уже заждались. Мерседес, Бенц, SLC класс. Вот такой вот класс. Пришел на смену SLK в 2015 году. Ну вот, кто хочет себе необычный крутой Roadster, и чтобы, скажем так, премиум материалы там также были, пожалуйста, замечательный вариант с пробегом 21 тысячи с оценкой 4,5 балла. И стоимость этого автомобиля 2 миллиона 150 тысяч рублей. Как правило, на аукционах в Японии они выставляются с объемом 1,6 на 156 лошадиных сил. Но, в принципе, для Roadster этого хватает. Ну и следующий вариант, прямой конкурент BMW, а именно Мерседес Бенц, C43, AMG. Что мы о нем знаем? У него трехлитровый бензиновый мотор, 367 лошадиных сил, и все это на полном приводе. А значит, вы получите кучу эмоций. Премиальный салон в плане материалов, крутой внешний вид. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 590 тысяч рублей. 4,5 оценка. 38 тысяч пробег. Замечание А1. Но тачка очень крутая и стоит своих денег. Друзья, ну и что? Ну и все. Хотелось бы что сказать? О том, что показал я вам только малую часть того, что торгуется. Потому что там список вот такой. Если вам что-то интересно, вы можете также зайти в статистику и посмотреть, выбрать, возможно, для себя интересующий автомобиль. Либо на онлайн, на аукционе. Ну и хотелось бы дать небольшой совет. Потому что можно прозевать выгодный курс и не приобрести себе автомобиль. А курс поднимется, потом вообще ничего не купить. Только варианты на вторичке какие-то поддержанные, поезженные. Но времени уже поздно, поэтому мне пора. Контакты в описании. Ссылочка на WhatsApp здесь наверху. Пока.